всем большущий привет совсем недавно снимала видео про канал пиратская жизнь но мне просто было интересно что напишут люди по поводу хейта почему именно на этом канале столько много хейта в принципе для этого я это видео сняла слушайте но было конечно очень много разных комментариев в принципе спасибо вам за эти комментарии потому что ну мне было интересно почитать что люди думают об этом и в основном все были конечно адекватные комментарии то есть ну критика понятно да у каждого свое мнение каждый имеет право на собственное мнение но было парочку комментариев вы знаете я их даже заблокировала к сожалению я очень жаль что так получается что youtube удаляет комментарии которые блокируют что сми написали лично мне написали гадость и пакость я же такой терпеть не буду конечно же нет я ответила и заблокировала но youtube удаляет такие комментарии что очень жаль ну ладно уже как есть ничего не поделаешь вот то есть я не понимаю вообще каким макаром меня начинают оскорблять значит что какие там были оскорблены сусе я не вспомню ну ладно то что помню сейчас озвучу например не на тебе что заплатила слушайте знаете почему такое потому что не на сама прослушала этот мой обзор просмотрела и просто мне написала до написала марина спасибо но я в принципе хорошо о ней говорю я послала ей смайлик в ответ и все на этом ах она тебе заплатила слушайте но людей такая бурная фантазия но я не знаю зачем не не мне платить вот ну правда зачем ей это абсолютно незачем поэтому естественно мне никто не платил на своем канале я высказываю свое мнение я понимаю что их в основном хейтит но кстати знаете что были такие комментарии которые пишут люди что они мне нравятся они веселые ребята я вот согласно с этим на самом-то деле развеселая не на как вот недавно читала тоже комментарии и тормознутый в ванну без обид в ван правда без обид ну вот просто у человека такой темперамент по крайней мере может быть перед камерой вот и все и все равно до сих пор мне не совсем понятно почему столько хейта еще одна подписчица на моем другом обзорном канале но не про это видео вообще написала мне правоподобных комментаторов и опять повторяю когда пишут какую-то критику окей это абсолютная норма но когда идет вот это вот жесткая такая вот агрессия вот эти оскорбления вот реально я не понимаю этого правда так вот та женщина мне написала что а что вы думаете говорит это пишут люди из специальных учреждений может быть из мест лишения свободы может быть из каких-то психиатрических учреждений и знаете я вот так задумалась а возможно то она и права вот мне почему-то раньше такая мысль в голову не залетала ведь интернет наверное сейчас есть абсолютно везде и у всех может быть люди проходят какое-то лечение может быть они там отбывают наказание их просто плющит и колбасит от всех вообще в мире и поэтому они пишут такую вот явную вот ну дичь просто-напросто потому что мы по-другому это не объяснишь если нормально адекватный человеку что смотрит ему не нравится вышел будет оскорблять чужих людей из интернета да ладно никогда не будет ну напишет там вот не на что ты жрешь много допустим да я тоже могу это сказать тазиками ну она муж как ну хочу жру мое дело будут права абсолютно права и я права потому что я тоже могу что такое сказать но это без злобы без какой-то этой агрессии лютой а вот эти вот люди которые такое пишет ну ладно очень я уже все сказала не буду повторяться поэтому на этой теме просто знаете ли я немножечко нахожусь под впечатлением и решила на этой волне снять видос потому что может быть мне еще люди напишут комментарии может мне действительно будет интересно может я что-то не понимаю на самом-то деле в интернете потому что с таким и этом я не встречалась я конечно не смотрю каждое видео не на но вот найти я заглядываю к ней на колон на канал когда у меня между делами возникает какая-то к рекламная пауза я хочу просто отвлечься и я смотрю по названию не на конечно кликбейтные название но это правильно не будет кликбейт и не будут просмотров очевидные же вещи да если меня что-то привлечет да я начинаю смотреть и знаете иногда даже так вот смотрю и заслушиваю кстати не не наверно хорошо что я ее иногда смотрю но я понимаю что это капля в море но я же не из россии поэтому ей в любом случае я вижу не рекламу она идет поэтому любом случае это хорошо но это так слова я уже говорю все подряд потому что немножечко сейчас нахожусь на эмоциях так вот я вот включая очередное видео не на думаю дай ка я еще гляну может я чуть не замечаю с этим не писали там про то что она пальцы облизываю я наверно не досматриваю до этого момента честно говоря ни разу этого не видела но я думаю что она делать это специально чтобы это обсуждали на самом-то деле вот и что я вижу веселая не на старается улыбается смеется но такая позитивная всегда думаю что они тоже есть какие-то проблемы ну хотя бы как она сейчас сама нам рассказывает она не может забеременеть это же не повод впадать депрессняк что называется будет так будет не будет так не будет да как-нибудь тут уже ничего не сделаешь еще впадать депрессию на некоторых падает она нет она как было веселая довольная жизнью так она осталась принципе тоже молодец что хорошее настроение нового на немножко другой темперамент он более такой зажатый говорю может перед камерой он поэтому но не всегда и подыгрывает ну сидит человек просто там есть а то что пишут комментарии даже по поводу вот и всегда смотришь его там тарелку он там как и не на вот ты опять сожрал сушки но неужели вы не видите что это делается специально что это просто какая-то такая вот опять игра что они просто манера общаться естественно ей для него ничего не жалко но вот правда неужели вы не замечаете на там и куртку ему какую-то дорогую выбирала и вообще если бы не нажалела для вавана кусок хлеба грубо говоря она бы ни за что в жизни не согласилась чтобы он уволился с работы и сидел с ней дома но так или не так вот вы сами подумайте если бы она была такая жадная она бы в любом случае погнала его на работу и просто не позволила бы ему уволиться но однако он сидит дома он не работает но работает на youtube я уже говорил предыдущем виде вот и все а по поводу того вот мне там писали а зачем она не пишет она вам заплатила груду глупости нет конечно а зачем вам это надо но я уже говорил в предыдущем ролике на самом деле зачем мне это надо я здесь повторяю любопытно мне почему столько хэйта я говорю даже у каналов миллионников не встречала этого хэйта но единственное знаете что может быть еще какое объяснение я сейчас говорю подумала об этом остальные просто удаляет удаляет все неугодные комментарии и банят кстати да может быть они на этого не делать я честно говоря тоже немножечко удивляясь почему она этого не делает ну бытует такое мнение что любые комментарии продвигают видео вперед может быть она конечно так и есть но не знаю не знаю правда ли она правильно ли она делать опять же хозяин барин естественно если ей не действует это на нервы, если ей по барабану, так почему бы и нет, пусть, что называется, читает это, но с другой стороны, все, конечно же, она не читает, то, что бросается в глаза, но Нина любит говорить про хейтеров, я, кстати, тоже вот эти видосы смотрю, где она говорит про все про это, но с другой стороны, тут с какой стороны не посмотри, всегда будет какое-то такое вот, еще одна сторона медали, в общем, это повод снять лишнее видео, то есть, понимаете, ну и раз, как вот Нина часто же выкладывает видосы, там 24 по 5 видосов в день, на самом деле, это очень трудно, поверьте, иной раз не знаешь, тупо, что снимать, потому что, действительно, день сурка, если нет никаких поездок куда-то, где есть, что снимать походу по магазинам, ты тупо сидишь дома, и что снимать? Нечего реально, а тут бах, комментарии под видео, слушайте, вот даже я сейчас это делаю, да, потому что я хочу с вами поделиться, я хочу, в конце концов, пообщаться, мне интересно, что люди будут писать, это повод снять видео, так и у Нины, она читает эти комментарии, и она, как бы, в своем следующем видео, она отвечает, как бы, вот этим зрителям, вот этим хейтерам, то есть, одно из другого вытекает, конечно же, если она всех перебанит, как вот, ну, некоторые блогеры делают, кстати, довольно много блогеров это делают, ну, в принципе, может быть и правильно, да, не вся, не каждая психика выдержит вот этот вот шквал, вот, они на этого не делают, сейчас я уже запуталась, что я говорю, ну, в общем, в общем, не удаляет она неугодные комментарии, да, чтобы был повод, что снимать, но последнее время, я, кстати, у нее стала читать в комментариях, что она того забанила, того удалила, того почистила, давно надо было это делать, вот я тоже за то, чтобы, ну, явных таких отбитых удалять, да, то есть, не то, чтобы кто-то написал неугодное мнение, критику удалить, нет, нет, что вы, любой человек имеет право высказаться, как я уже и говорила, мы все люди разные, у нас у всех разное мнение, поэтому это абсолютно нормально, но без оскорблений, без какой-то вот этой ненависти, злобы и агрессии, а если уже такая вот идет истерика, да, если кто-то явно бьется в конвульсиях и в припадках, в комментариях, то таких надо просто удалять и блокировать их надо, потому что, ну, будет снова и снова написание какой-то дичи, на самом деле, вот и все, а так, когда-нибудь посмотреть пиратов, да, пожалуйста, и, ну, живут люди своей жизнью, ну, едят они много, ну, снимают они много, ну, работают на ютубе, работают, правда же, получают зарплату, вот сейчас в 20-х числах придет им зарплата с ютуба, ну, в принципе, все нормально, и на дзене зарабатывают, ну, смотрите, ведь есть же сейчас работы в интернете, особенно, когда случилась эта пандемия, очень многие перешли на работу в интернете, понятно, что работают там с фирмами, с какими-то и так далее, но кто-то же работает и по-другому в интернете, например, как Нина Иванова, как многие-многие другие блогеры, и статьи там пишут в дзене, например, я, кстати, на своем дзен-канале пишу там статьи, истории жизни реальной, какая-то там психология у меня есть, допустим, да, и что? Это тоже работа в интернете, это тоже надо делать. Понятно, что нет много времени, чтобы заниматься этим и писать, но у Нины побольше времени, потому что у нее, она не ходит на работу, у нее нет там детей, которым надо уделять внимание. В принципе, можно и статьи, кстати, в дзене писать, вот неплохая идея для Нины, не только видео пихать, а статьи, кстати, статьи можно писать и о собственной жизни, что-то там вспоминать, такой вести дневник, почему бы нет, кстати, Нины? Если вдруг ты меня слушаешь, подумай об этом, потому что за статьи в дзене, вот у меня такое впечатление складывается, что платят лучше даже, чем за видосы. Ну вот, в общем-то, и все. Я, наверное, ответила на эти какие-то комментарии, которые были у меня под видео, на вот эти вот эмоции людей, в принципе, мне это было интересно, даже интересно сейчас. Пишите свои добрые, хорошие комментарии, если критика, то по делу и очень деликатно. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!